так всем привет ну что довольно таки интересные новости появились сегодня у нас речь пойдет о seo binance потому как он уже назвал мифом возможность обхода санкций россии с помощью криптовалют и также сегодня мы поговорим непосредственно о самой россии о судьбе российского рубля что с ним будет и стоит ли конечно же верить тому что нарисовано центробанком рф потому что здесь мы видим что рубль как ни крути он к доллару укрепился и имеет стоимость 80 с половиной рублей за 1 доллар но дело в том что данный доллар еще за такую цену нужно найти и видим что за последнее время также и припал сбербанк на фоне довольно таки негативных новостей это то что великобритания полностью замораживает активы сбербанка и московского кредитного банка что касается принципе рынка криптовалют то наблюдаем отработку моих сетапов о которых я ранее вам рассказывал и конечно же говорил дело в том что ранее я отмечал что у нас есть с вами зона поддержки это 44 тысячи долларов сейчас мы пытаемся ее пробить на дневном таймфрейме если закрепимся ниже то уйдем там в район 41 тысячи долларов тем не менее здесь мы видим что тренд еще восходящий то есть то что сейчас происходит и не является какой-то критической ситуации потому что набора китов и позиции он в принципе был понятен набор был здесь набор был здесь набор был здесь и здесь и в итоге была его некая реализация теперь мы находимся в таком треугольнике соответственно здесь уже выход за данный треугольник за диапазон он будет уже предначертан и будет уже говорить о том куда дальше будет движение биткоина то есть здесь мы по сути видим как bitcoin как инструмент гуляет между двухсотом пятидесятым мувингом и естественно это коридор который в принципе еще будет какое-то время об этом бы боковике я ранее вам и заявлял поду xrp и здесь видим что инструмент отбился как и биткойн от 200 мувинга пришел пятидесятому и здесь пока что идет расторговка то есть если мы будем смотреть на недельный таймфрейм то по сути в рамках треугольника который у нас был сформирован за год мы уже с вами должны скоро видеть непосредственно тот сетап который уже будет определен непосредственно рынком либо это все-таки там тест условно отметки 60 центов и отбой и в итоге выход за треугольник вверх либо все-таки у нас движение пойдет вниз но я считаю что ниже там 49 центов не должны упасть поэтому здесь пока что мы сидим 5 и наблюдаем потому что ранее еще в марте в конце марта когда рынок начал расти об этом я заявлял то что в приватной группе мы выходили потому что нужно было выходить нужно было фиксировать непосредственно прибыль и соответственно данные прибыли у нас были зафиксированы где-то результаты я скидывал здесь непосредственно тех торгов которые имела имели место быть то есть это те торги которые мы совершали и приватной группе успешно совершили то есть по сути данные с этапы они отработаны и непосредственно вот фиксация позиции она была непосредственно 26 марта 27 28 и было это все до падения биткоина до падения рынка криптовалют сейчас считаю что у нас никакая какая коррекция и поэтому торговать и движение биткоины или криптовалют если вы сейчас хотите это делать крайне сложно потому что сейчас идет боковое движение с таким постепенным неприятным снижением если вы зашли в рынок криптовалют и ванговать о том что здесь определенно нужно заходить и вы будете в прибыли не приходится потому что по трейдингу это довольно таки плохой сетап на здесь мы увидели фитиль выброс xrp средства объемов продаж вверху по 90 центов и естественно инструмент будет еще я думаю там падать в район 59 центов то есть здесь это будет поддержка и считаю что он будет торговаться в рамках вот этого треугольника который был сформирован если мы говорим про рубль то я считаю что для того чтобы здесь определенно доллар стоил по 78 рублей по 79 нужны много факторов то есть нужно окончание непосредственно спецоперации украине это во первых то есть во вторых нужно снятие санкций что вполне невероятно потому что санкции не снимается быстро и как мы видим что страны такие как иран сирия они до сих пор под санкциями россия кстати лидирует по количеству санкций их просто огромное количество и например обычный человек который там блогер на ю тубе он уже это ощутил ощутил как он просто уже не может зарабатывать на монетизации также вот эти все спонсорские подписки все это отменено поэтому здесь конечно же будут чувствовать это все также стоит отметить что санкции не только там в отношении там ю туба санкции везде потому что вчера еще была новость о том я публиковал что google удаляет некоторые сайты из поискового запроса и в россии тот же минобороны рф удалили поэтому все только начинается поэтому вот санкции у нас не решена эта проблема россии и это влечет экономические последствия пусть и не сейчас второе спецоперация не завершена третье экономического роста нету импорта замещения тоже нету и не предвидится то есть практически ступор и вот этот ступор на самом деле сейчас видят не все а естественно те кто заказал вот такой пир укрепления рубля это крупняк который непосредственно выкупит это все дело и все это дело создана на панике то есть люди здесь покупали непосредственно доллар в надежде то что там будет и 200 и 300 и 500 на самом деле он так и есть и будет потому что вы сейчас доллар ну просто не сможете купить по такой цене 79 рублей и ну разве что там через али как-то попытаться цифровой доллар купить но это уже другая тема так вот здесь стоит отметить что действительно в таком случае мы можем сказать что этот пир скорее для банкиров они выкупят на страхе дешевый доллар и после этого уже будет настоящий тузымун почему потому что война не закончилась санкции не сняты экономические россия никак не растет импортозамещения нету много проблем и эти проблемы нужно решать эти проблемы не решены и с 24 февраля наоборот все пошло на усугубление то есть сейчас нету какого-то положительного новшества в россии которое бы изменило вот эту ситуацию в ее пользу поэтому сейчас пока что мы видим что это все искусственно и если мы говорим в целом про какие-то дедлайны там здоровые огромные то я смею даже предположить что мы можем даже упасть там район 70 а то и даже 46 рублей за доллар это вполне вероятно но это все будет искусственно потому что по сути те проблемы которые у россии начались 24 февраля они не решены что касается этого а вот что касается бишь и криптовалют и тех кто торгует криптовалютами в россии чемпинжал он назвал мифом возможность обхода санкций россии с помощью криптовалют это означает что практически нету россии такого шанса непосредственно продавать нефтепродукты за криптовалюту и правительство по всему миру легко отслеживает крипто транзакции цифровые активы для этого не годятся и кстати ранее сша заявляли ну заявляли и заявили такой факт что в принципе они готовы внедрять новшества чтобы отслеживать эти все санкции вернее криптовалютные транзакции и соответственно вот таким образом конечно запрягать россию и все это будет конечно же очень очень плохо для конечно же народа но тем не менее серу бинан заявил что мы не против народа есть много людей по обе стороны украины и россии которые страдают мы хотим помочь этим людям и он просто таким образом заявил что он бы не хотел блокировать людей на бирже бинанс и конечно же в начале марта бинанс они отказались в одностороннем порядке замораживать счета миллионы аккаунтов пользователей из России и так же СОО бинанс он в итоге заявил и все сошлось на то что в принципе они готовы и будут делать это в отношении учетных записей тех клиентов которые попали под санкционный список это именно там чиновники и возможно приближенные лица к правительству поэтому здесь Чен Пин Джао уточнил что он выступает против политиков и диктаторов развязывающих войны но это не должно влиять на граждан видимо здесь речь идет о ВВП Путине и он подчеркнул что принятое решение не означает что биткоин биржа поддерживает действия Москвы поэтому здесь мы можем говорить о том что ситуация может усугубиться и конечно же первое правило в криптовалютном мире пространстве если вы давно на криптовалютном рынке это не ваши ключи не ваши биткоины поэтому у вас должны быть ключи холодный кошелек чтобы вы имели возможность иметь эти биткоины и в случае чего их продать а если вы держите их на бирже то извиняйте но так или иначе он также здесь имел ввиду то что даже если какое-то санкционное лицо проводило транзакции то все равно его и без биржи смогут вычислить потому что так или иначе рано или поздно эти биткоины заведутся на биржу и в итоге биржа заблокирует их поэтому на это тоже стоит обратить внимание я считаю что конечно же в итоге возможно будет усугубление ситуации в рамках рынка криптовалют для РФ но опять таки это если будет усугубление непосредственно той ситуации которая есть в Украине то есть война которая будет продолжать длиться и не закончится вот такие дела но по поводу рубля понятно что если вы сейчас наличкой то есть отдаете непосредственно рубли и вам предлагают доллар по определенному курсу то это и есть настоящий курс а то что вы видите здесь на самом деле это просто нарисовать здесь можно и 100 и можно и 50 и 40 нарисовать но суть от этого не меняется суть одна то что в итоге людей здесь запрягли и в итоге сейчас их рассаживает то есть непосредственно банки пытаются выкупить вот эту валюту валюту доллара чтобы были резервы чтобы этот же доллар потом слить по 200 по 300 а то даже по 500 рублей поэтому здесь мы видим что ситуация никак не поменялась 24 февраля нету каких-то сдвигов и я считаю что она будет усугубляться а вот это все сделано конечно же искусственно с вами был криптовтейв всем на всем пока и до новых встреч субтитры